Сейчас я понимаю, что его поступок был для него средством самосохранения. Я чувствовала, что сама вергла себя в этот крах, и чуть не уплыла по страшной реке самоуничтожения. Книга «Женщины силы» спасла меня от попытки покончить с собой в очередной день Святого Валентина, когда чувство одиночества резало так больно, что казалось хуже уже некуда. Первый раз аудиоверсию книги «Женщины силы» включила в машине подруга, которая забрала меня от здания суда после жуткого бракоразводного процесса. Муж пытался отсудить у меня дочь, всерьез доказывая судье, что я не в состоянии нормально общаться с ребенком. Сюжет книги так тонко перекликался с событиями моей жизни, резонировал с моими переживаниями и ощущениями, что я вырвалась из тисков уничтожавших меня мыслей, и попросила подругу покататься со мной по городу. Так мы и катались, слушая главу за главой, не заметив сгустившиеся сумерки. Сейчас я с любовью смотрю на зачитанный, но все еще красивый томик, уже в своей новой шикарной квартире в Нью-Йорке, куда нас с дочкой перевез мой новый муж. Даже не верится, что между первым знакомством с книгой в тех кошмарных обстоятельствах и сегодняшним счастливым настоящим прошло всего полгода. Книга вдохновила меня, зарядила какой-то неведомой силой, интересом, новым вдохновением. Мне перестало казаться, что я знаю эту жизнь, книга распахнула передо мной новые возможности узнавать себя, разбираться в том, почему и зачем что-то происходит в моей жизни. Я почувствовала всем своим существом, что вот только сейчас со мной начинает происходить настоящая жизнь. Словно я проснулась от кошмара, а мир оказался совсем другим, ярким, дружелюбным и забильным. В книге «Женщины силы» я нашла бесплатные практики, которые познакомили меня с новыми ощущениями. Чувственность, искренность, беззаботность под надежной защитой самоуважения и глубокого достоинства такой я еще никогда не была. Подделюсь одной из этих волшебных практик. Если чего-то хочешь, например, притянуть внимание достойного мужчины, получить подарок, или даже выиграть в лотерею, нужно встать перед зеркалом и уверенно сказать 21 раз «я этого достойна». Женщина не может что-то получить только потому, что кто-то когда-то ее убедил, что она этого недостойна. Практика позволяет трансформировать внутреннюю установку и делает возможным все, что пожелаешь. Я знакома с девушкой, которая стала говорить себе. «Я достойна бриллиантов» и на 22-й день выиграла бриллиантовое колье в предпраздничном розыгрыше ювелирного салона. Где купила до этого маме самые дешевые серьги, потому что на большее у нее никогда не было денег. Да, делать это нужно не один день, а 21. 21 магическое число, которое может все изменить, даже любую нашу привычку. Особенно здорово эта практика работает, если делать ее с подругами, а не с зеркалом. Мы таким образом на Рождество в Лапландию съездили. В пятером собирались и убеждали друг дружку, что каждая из нас достойна праздничного путешествия. В результате начальник одной из нас не смог с семьей поехать в запланированную поездку и подарил оплаченный турпакет ей. Вот радости-то у нас было. Сколько чудес со мной приключилось не сосчитать. Никогда еще так легко и в мою пользу не решались дела. Никогда еще не было такого взаимного понимания и уважения с дочерью. Никогда я не получала столько поддержки со стороны близких. Никогда еще в моей жизни не появлялся мужчина, который взял на себя все заботы, очаровал, осыпал подарками и увез с собой. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкит. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкит. Девочки, родные и прекрасные, не бойтесь идти к своему счастью. Но оно возможно только через развитие, через работу с собой и своим состоянием, как говорит моя любимая героиня книги «Женщины силы». Это 100% правда. Скачайте книгу для себя и не забудьте отправить статью подругам. Всем. Ведь счастье достойно каждой из нас. Это не очередной женский роман, это кропотливо собранный жизненный опыт самых успешных женщин современности. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.